Добрый день, приветствую вас на моем канале. И сегодня я хочу с вами поговорить про самую масштабную экологическую акцию, которая называется «Час Земли». И проводит ежегодно фонд «Дикой природы», начиная с 2007 года. В Россию данная акция пришла в 2009 году. Акция призвана привлечь внимание общественности, людей к неконтролируемому использованию энергетических природных ресурсов. Заключается акция в том, что все, кто присоединяется к акции, тушат свет на час. Это могут быть простые граждане, которые просто выключают свет в своей квартире. Могут быть целые города, которые присоединяются к акции страны. Тогда свет тушится на каких-то зданиях, подсветка тушится. В акции принимают участие и крупные столицы мира, в том числе и Москва, где тоже тушат свет на самых больших тканях. В этом году акция пройдет в субботу, 27 марта. Ее начало будет в 20.30. В 20.30, в половине 9 вечера, все, кто присоединяется к акции, выключат у себя дома свет. И если вы хотите присоединиться к акции, то тоже вы можете выключить свет у себя дома и таким образом поучаствовать в акции и привлечь внимание общественности к глобальным экологическим проблемам. Что же делать в то время, когда вы выключаете свет? В это время вы можете побыть семьей, провести романтический ужин, пообщаться с близкими, сходить на прогулку с друзьями. Идей масса. Ежегодно данная акция посвящена какой-то определенной экологической проблеме. В этом году это проблема открытости экологической информации. Зимой этого года правительство подписало в закон об открытости экологической информации. Это значит то, что все государственные органы будут размещать у себя на официальных сайтах информацию о состоянии окружающей среды. О состоянии воздуха, почвы и воды, и другие радиационные обстановки, которые будут предоставлять и предприятия по результатам своего мониторинга, и также Роспотребнадзор, Росприроднадзор результатами мониторинга тоже будут делиться. И любой человек сможет посмотреть состояние окружающей среды в его регионе. На самом деле это очень важный закон, важный шаг на пути к реализации конституционных прав граждан. В Конституции Российской Федерации у нас записано, что каждый гражданин имеет право на получение экологической информации о состоянии окружающей среды в его регионе. И благодаря этому закону будет реализовано данное право. Да, конечно, закон еще не совсем идеальный, есть над чем работать, но главное то, что первый шаг получен. Вот и все вкратце про акцию «Сейчас Земли». Скажите, пожалуйста, поделитесь в комментариях, собираетесь ли вы присоединиться к акции, к этой, что вы думаете вообще про эту акцию. Давайте поговорим об этом. А я с вами прощаюсь и до встречи на канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!